Всем привет! Здравствуйте! Это Шуваловские Вести. И мы их ведущие Лиза и Даша. О самом интересном, что было в школе за несколько минут. Поехали! На прошлой неделе в корпусе ДАР бывали восьмиклассники. Для них учителя и ребята подготовили мастер-классы. Что узнали и чему научились будущие старшеклассники? Расскажем в следующем сюжете. Я желаю сегодня немножечко на шаг приблизиться к своей мечте, к тому, чтобы найти свое место в жизни, найти свое направление, которое сделает вас счастливым человеком. А наша школа очень много делает для того, чтобы у вас это получилось. Сначала у нас будет отмечаться девчонка магазина. Сначала у нас будет отмечаться девчонка магазина. Ребята могут пробовать себя в разных профессиях уже в начальной школе. Например, можно почувствовать себя журналистом и задать вопросы известному актеру. Да, на днях к нам приходил актер театра и кино Денис Набаренко. Ребята пообщались с ним. Я смогу стать летчиком? Поверь в мечту, иди за ней. Я не был знаком с его отцом и не знал, как он себя вел в жизни, да, как молодой и так же поживой. Наверное, я придумал себе это. Мне показалось, какой должен быть у него отец и какому бы отцу я поверил. Дело или помощь кому-то может оказаться подвигом для кого-то. Так же, как многие говорили, все же маленькое доброе дело может спасти чуту жизнь. Вам и школе, что я спокойно нашел с ними язык, с этими ребятами, с сыном которого, ну, с его мальчиком, который играл. Лиза, а ты знаешь историю слова «этикет»? Да, его вел Ледовик 14-й. Я в тебе не сомневалась. А наши ребята придумывали свои правила поведения на общешкольных классных часах. Какие изменения могут появиться в школе, сейчас узнаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне понравилось писать про правила, потому что это очень интересно. Я работала в департаменте по дресс-коду, и мне кажется, что мы отлично справились. Мы проговорили школьные правила и решили, в чем мы будем ходить, а в чем нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие ребята с легкостью смогли ответить на наши вопросы, и, конечно, большинство из них знает все эти правила, но вопрос в том, соблюдают ли они их или нет. Конечно, я думаю, после нашего мероприятия у них возникнет желание побольше соблюдать школьные правила, потому что мы их подали с такой определенной веселой манерой, и им будет интересно, я думаю, стараться быть лучше и так далее. Поэтому в дальнейшем я искренне надеюсь на их выполнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова. В его честь в школе 1498 прошел концерт. Наши ребята на нем выступали. Чтобы песню спеть от века у мужчины, есть только две достойные причины. И первая – любовь к земле родимой, которая вошла в плоти, в кровь и сделалась звездой Могосимы. Вторая – это к женщине любовь. Расул Гамратов был кумир многих современников в свое время, и мой в том числе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вы знаете, как говорят, вот жизнь надо прожить так, что когда тебя не будет, после тебя осталось что-то самое важное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой отец Расул Гамзатов, он мечтал, чтобы его помнили в стихах. Не просто так вспоминали на каких-то торжествах, а именно чтобы его читали, помнили его книги, его заветы. Мне кажется, это важно. И потом его поэзия – источник таких очень хороших эмоций, и связанных с любовью, и очень остроумных. И мне кажется, там можно найти для себя, для развития очень хорошую основу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Школа превратилась во вселенную. Шуваловцы украсили стены картинами. Проводили классные часы и говорили о самой редкой профессии. И, конечно, много мечтали. А еще мы запустили пасхальную благотворительную акцию. Кулич в каждый дом. К празднику наши волонтеры доставят их нуждающимся. На этом все новости. Мы прощаемся с вами. Следите за событиями школы. Желаю вам хороших каникул и отличного настроения. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok